Всем привет! Меня зовут Алина, я преподаватель русского языка в школе Златоуст. Сейчас я в Турции, и здесь я встретила Анну, нашего волонтера разговорного онлайн-клуба. Анна помогает нам в качестве ассистента-преподавателя уже почти полгода, и так здорово встретиться, наконец, вживую. Привет всем из Турции! Меня зовут Анна, я сама из Беларуси, но уже живу в Турции несколько лет. И я очень рада встретить Алину сегодня здесь, потому что до этого мы общались только в онлайн, на наших разговорных занятиях в школе Златоуст, где я являюсь волонтером и помогаю иностранцам со всего мира изучать прекрасный русский язык. Встречаемся мы практически каждый четверг вечером, где мы вместе изучаем и разговариваем на самые разные темы, которые пригождаются в жизни. Наверное, первый вопрос, который я хочу тебе задать, это почему ты решила переехать в Турцию и как давно ты уже живешь здесь? Я приехала в Турцию, не просто отдыхать, я приехала в Турцию сразу работать, потому что я по образованию преподаватель русского языка как иностранного, и меня позвали мои же студенты преподавать на местных курсах в местной школе именно русский язык для турков. И я согласилась, приехала, а потом мне здесь понравилось, и я решила остаться. Ты когда приехала, тоже знала турецкий язык? Когда я приехала в Турцию, я не знала ни одного слова на турецком языке, вот прям ни одного. И когда я приехала, для меня была действительно шоковая ситуация оказаться в стране, где не говорят ни на каком языке, но я говорю хорошо на английском, конечно же на русском, поэтому я смогла найти друзей здесь. И параллельно с работой, конечно же, я изучала турецкий язык максимально быстро, с максимальным погружением. И у меня, в принципе, сейчас я говорю достаточно хорошо, на хорошем уровне, вот, и могу общаться абсолютно на любые темы. И это действительно облегчает жизнь в стране, именно когда ты знаешь язык этой страны. Это очень важно. А как сложно русскому человеку выучить турецкий язык? Насколько он похож на русский? Турецкий язык совершенно не похож на русский язык, и на английский тоже не похож. Это совершенно другое по строению язык, и логика языка совершенно разная. То есть, турецкий язык, это как русский наоборот. То есть, здесь никакие русские правила не работают. И даже правила чтения здесь тоже не работают. То есть, это абсолютно новый язык, с абсолютно новой лексикой, с абсолютно новой грамматикой. И это такой язык с очень большим менталитетом, я бы сказала, потому что, если не учить язык просто отдельно от культуры, от менталитета, то достаточно сложно. А когда начинаешь погружаться в культуру, это на русском языке тоже работает, то понимать какие-то конструкции намного легче, намного проще. Они намного быстрее запоминаются. И, конечно же, практика общения, это самое важное. И поэтому без разговоров на турецком языке я бы, конечно, хорошо читала, хорошо писала, но вообще мне бы это не помогало. Поэтому я понимаю эту сложность, и поэтому мне очень нравится быть именно волонтером на разговорных занятиях русским языком. Скажи, пожалуйста, русский язык в Турции, насколько он востребован? Кто его изучает? Для чего? Сколько человек? Русский язык очень востребован в Турции, особенно в туристических районах. Именно сами турки не очень любят учить иностранные языки, они в этом сами признаются. То есть, они считают, что турецкий язык самый прекрасный язык в мире. Они могут немножко выучить английский, но русский учат в основном те, кто, например, у кого семья русская, например, русская жена, или кто работает с российскими компаниями. Очень мало людей, которые именно в Турции, которые учат русский язык просто потому, что русский язык нравится. То есть, это какая-то все равно цель должна какая-то быть. То есть, цель в любом языке очень важна. Но русский человек, например, в Анталии может жить вообще без турецкого языка, но общаться будет только с русским. И здесь прям даже есть целые диаспоры, целые группы именно русскоговорящих девчонок, в основном девчонок, конечно, которые испытывают именно трудности в изучении турецкого языка, потому что постоянно общаются только со своими подружками на русском. И поэтому турецкий не могут выучить. Но те девочки, которые все-таки погружаются в культуру и больше общаются с турками, с турецкой семьей, с турецкими друзьями, то и турецкий выучить намного проще. А вот русские люди, которые приезжают сюда, они обычно работают в отельной сфере, в сфере работают с туристами? Это очень сильно зависит от региона. То есть, если мы говорим про туристический регион, то в основном, да, то есть люди русским, которые сюда приезжают, намного проще найти работу в отеле, например. Потому что, опять же, не зная турецкого, здесь очень тяжело найти какую-либо работу. Но если вы знаете хотя бы английский, это уже ваш шанс на работу намного увеличивается. Но если вы учите русский, то турецкий, то для вас открывается намного больше дверей. И за счет того, что здесь очень много русских туристов, знать русский, турецкий, английский, это, скажем, три базовых языка, без которых в туристическом регионе достаточно сложно обойтись. А почему русские туристы так любят Турцию? Ну, Турция прекрасна, здесь прекрасная погода, здесь такие все гостеприимные, все так рады видеть туристов. Здесь какая-то особая атмосфера, я бы так сказала. И здесь именно для отдыха здесь есть все, все, что вы хотите. Вы хотите активный отдых, вы можете поехать в регионы, где вы можете, например, поплавать на яхтах, либо какие-то активные виды спорта. Если вы хотите именно семейный отдых, это прям Турция именно ждет вас. То есть здесь весь туризм для семейного отдыха в Турции очень любит детей. И поэтому ваш ребенок не останется без внимания, без хорошего внимания. То есть все будут максимально делать так, чтобы вашему ребенку было хорошо и весело. В Турции четыре моря. Ты уже на всех морях побывала? Нет, еще не на всех я морях была. Я еще не была на Мраморном море. И я еще не была на Черном море именно со стороны Турции. Очень интересный вопрос. Турция, во-первых, это вот страна, которая России наоборот. То есть здесь совершенно другая логика. Очень многие вещи здесь с первого раза непонятны. И их очень тяжело объяснить. Я до сих пор не могу привыкнуть к призыву, к молитве пять раз в день. Это достаточно громко. Особенно если жить где-то возле мечети. Но все равно привыкаешь. Но до конца привыкнуть практически невозможно. Еще к погоде, наверное. Здесь летом очень сильно жарко. А зимой, конечно, здесь не как России, минус 30, минус 20. Но дома достаточно холодно. И очень многие дома не отапливаются. То есть есть какой-то кондиционер. Поэтому привыкнуть к постоянному холоду дома достаточно тяжело. Ну, в общем, много моментов, которым нужно приспособиться. Может быть, не привыкнуть. Приспособиться. И, в принципе, жить можно. И хорошо. Ты чувствуешь себя уже турчанкой? Нет. Я не чувствую себя турчанкой. Потому что в любом случае, как бы хорошо я не знала турецкий, все равно я останусь иностранкой здесь. Я к этому нормально отношусь. Но у меня есть очень много турецких знакомых, подруг. У меня много родней. Но все равно есть какие-то моменты, которые я до сих пор все равно мыслю, как русский человек, то есть со своей точки зрения, со своего менталитета. Но все равно многие моменты. Ну, не как турчанка. Но есть такое слово в турецком, ну, не в турецком, в русском языке. У тех, кто переехал в Турцию, это отурчаница. Есть, скажем, признаки отурчанивания. Это как пить чай из маленьких стаканчиков, приходить в гости без звонка, вот какие-то там следить, когда день базара. То есть, ну, какие-то маленькие такие бытовые вещи. Вот. И не могу сказать, что я отурчанилась, но какие-то привычки уже, конечно, уже турецкие. То есть, я нахожусь, наверное, в такой стадии, что я еще не турчанка, ну, или не турчанка, но я уже, когда приезжаю в свою страну, я уже чувствуюсь там себя гостем, потому что за 6 лет очень многое меняется, и к этому тоже нужно заново привыкать. А ты дома из чего пьешь чай? Я привезла большие кружки для хорошего русского чая. И чай, кстати, тоже привожу свой, вот именно крупно-листовой, потому что турецкий чай, он такой, он мелкий, его заваривают по-особому. То есть, его не заваривают, его варят, скажем так. Вот поэтому он такой может быть достаточно крепким. Я люблю такой настоящий листовой цирилонский чай. Ну вот, и зеленый чай в Турции тоже, хороший зеленый чай, на этих в Турции достаточно сложно, вот именно листовой, в пакетиках сколько угодно, но вообще это не тот, не тот чай, к которому привыкли в России, например, или в русскоговорящих странах. Вот, поэтому и турки, в принципе, ну не воспринимают зеленый чай как настоящий чай. Вот, для них вот именно вот этот чай из маленьких стаканчиков, этих рюмочек, это вот настоящий чай, все остальное это непонятно что. Какое твое любимое турецкое блюдо? Турецкое блюдо сарма. Турецкое блюдо сарма, это закрученные виноградные листы, рис, и специально проваренный, очень интересное блюдо, оно практически не калорийное, но при этом очень вкусное. Но тоже не все хозяйки умеют его вкусно готовить, я его готовить не умею, но мама моего мужа, она очень хорошо готовит все турецкие блюда, но вот именно вот эти виноградные листья сарма, это вот то, что я не отдаю никогда, и это все у меня остается, не делюсь ни с кем. Но ты умеешь готовить некоторые турецкие блюда, да? Ты сама училась или тебя учила мама супруга? Какие-то секреты, конечно же, я старалась узнать у мамы супруга, у его сестер, вот, но больше всего мне помогает Google, YouTube и Google. Я открываю турецкие сайты, вот, и смотрю, как они готовят именно из турецких продуктов, именно турецкую еду, чтобы... И получается достаточно вкусно, но все равно я не добавляю какие-то ингредиенты, например, огромное количество томатной пасты, потому что я не люблю томатную пасту, не добавляю много соли, не добавляю много масла, и то есть блюда, получается, не такими, может быть, наваристыми, но более, скажем, полезными. Скажи, а у тебя муж турок, у вас были какие-то, ну, скажем так, моменты культурного несовпадения, когда тяжело было понять друг друга? У нас до сих пор есть такие моменты, но мы научились обсуждать их, то есть я, если какое-то, например, происходит с его стороны какие-то действия, которые я не понимаю, я всегда спрашиваю, говорю, почему так? Почему я должна делать так, если я хочу делать вот так? И он объясняет мне со своей точки зрения, почему так делать не стоит. Например, общение с незнакомыми мужчинами. То есть если в России мы можем легко подойти к любому мужчине и спросить дорогу, то есть это не считается чем-то плохим, это не считается каким-то, ну, вызывающим. Здесь так делать нельзя. То есть здесь, если ты хочешь узнать дорогу, либо ты должна подойти к человеку, у которого профессия рассказывает дорогу, например, здесь есть смотритель остановок, есть такая профессия. То есть у этого смотрителя остановок можно узнать дорогу, но если ты обратишься, как говорили, к чужому мужчине, то есть это может расцениваться не очень хорошо. Или, например, если в автобусе, если есть несколько свободных мест возле мужчин, то можно попросить водителя, либо попросить мужчин, чтобы они сели друг с другом и сесть либо с женщиной, либо, скажем, в основном освободившись от себя места, либо мужчины, в принципе, сами уже это делают. То есть если они видят, что девушка заходит, а свободных мест рядом с девушками нету, они сами организовывают тебе место. То есть такие моменты тоже есть. То есть разделение пополам здесь все равно присутствует, даже на таких каких-то маленьких бытовых моментах. А в чем для тебя плюсы жизни в Турции? Почему ты выбрала именно Турцию для себя? Я не могу сказать, что я прям сразу выбирала эту страну для жизни. Так сложилось, скажем, в моей жизни. Здесь мне нравится погода. Здесь всегда практически лето. Но оно такое своеобразное, конечно, лето. То есть или очень жарко, либо тепло, либо чуть-чуть холодно. Но снега здесь, вот именно в Анталии, практически нет. Есть, но прямо высоко, высоко в горах. То есть его можно увидеть, но чтобы его потрогать, нужно проделать определенный путь. Мне нравится турецкий язык. Я выучила турецкий язык. Действительно, он очень красивый, мелодичный. И мне интересна сама культура. И для себя я вижу в Турции, наверное, больше возможностей в плане карьеры. То есть я знаю несколько языков, поэтому для меня найти, скажем, построить карьеру в Турции намного, наверное, легче, чем в России или в Беларуси. Потому что в российских странах критерии к работникам намного строже, намного выше, иногда завышеннее, чем в Турции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...